всем привет с вами пятен и фой добрый день продолжаем нашу рубрику реплеев который присылает нам подписчики и это у нас рубрика которая касается рима 2 нам прислал fox пару реплеев есть кстати вот отряды получается это какой размер кстати отрядов 56 но это ниже среднего получается на это даже ниже чем я играю но он загрузился у меня боя держу на паузе у нас получается fox играет за свебов пробегусь по его составу у него здесь есть копейщики новобранцы по флангам также есть братья копейщики два отряда вперед вывел и мечевая пехота у него здесь представлено мечники с круглыми щитами мастера меча мастера меча мастера меча пять мастеров мечей 5 элитной пехоты еще одни мечи с круглыми щитами и еще есть в резерве новобранцы с дубинками по стрелковой пехоте здесь у него германские прачники четыре отряда и вижу что по флангам использует он германских конных разведчиков это у нас такие получается конные пельтасты но в принципе могут неплохо ближним бою еще навалять да 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 потом стрелков уж погонять точно ну давай нажмем play посмотрим кто у него поняла давай 7 минут у меня вот только отпустил я 656 655 да 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 не видно нам оппонента его такая интересная карта то рандомный боя так предполагаю декабря скорее скорее всего врага еще не видно появляется это у нас рим союзные валярские прачники видно три штуки левесы пельтаст обычный легкий да видно много гастатов аж целых шесть штук не даже получается 7 7 гастатов еще есть гладиаторы шагают по центру и еще одна линия мечей когорта орла когорты эвакатов 3 когорты эвакатов и 2 когорты орла вот пытается он напрячь его кавалерии союзная конница ведет в догоне вместе с полководцем за германскими разведчиками но она их не догонит все дело даже не в том сейчас получится что будет расстреливать двух сторон одни будут на себя отводить очень правильно все делает короче он прибыли не перестает в них наливать да уже человек уже шарик и союзной конницы понесла сейчас еще одумал одумался враг что нужно убегать тут еще и перекрестка уже успел фокс подвести еще два отряда ну по двум отрядам и наливая сейчас кстати попадает фокус у него оба отряда до союзной конницы 2 и опять опять что-то пытается рим у нас показать да вдогонку куда-то идти же и по генералу попадают залпы но здесь союзной конница вообще остается 5 садников а тут вообще как бы дело техники развел их в стороны и вообще классно действует вот понимает что без прощи здесь и без поддержки прощения не спастись но при этом гонит короче себя в эти тиски понимаешь первый раз он себе не зажал но сейчас он зажал себя конкретно сейчас его просто время сейчас мне кажется в кавалерию сливается свои на этом этапе боя самое ужасное что там генерал ну то есть как генерал сейчас огребает неплохо отгребает уже одного человека он убил пытается выгнать их короче ну вот 1 1 германского застрелщика он уводит короче в тыл прячет а хочет пожать стрелку один ставит как подставу альных вот кстати чаржи и сейчас сбоку еще про чаржи потому что копии рядом нет никто дали не успевает еще сожрет просто четыре блядский прощи да еще себе вот этот но рискованный ход ну классный германские различные спокойно задавят этих блядский прачников они ближнем бою всегда терпит а на ну вот видит он зрячий это короче становится для него помощь уже двух прощей потерял от генерала осталось три человека ты понимаешь то есть вот эта проблема а мне кажется генерал уже след я уже не вижу здесь что здесь полководец остался я антошка тебя открою страшный секрет я сейчас смотрю с тактического тактической карты короче понял я не смотрю на замес войск я просто смотрю с птичьего полета короче даже выше гораздо то есть именно с тактической карты тап когда нажимаешь она выскакивает вот с этого я делал смотать осмотритесь коли были выставлены шипы точнее это интересно кто ставил а защищался fox он и вставил хотел заманить наверно там да ну не знаю как насчет заманить просто наверно поставил в сторону чтобы не мешали что выставил гастата вперед римлят до fox берет рашид мастерами мечами когорты эти все далеко сейчас гастаты будут мне кажется терпеть ну вот добирается конницы до союзная конница девять человек остается чаржит он сзади ну и мне кажется германцы настолько сильных просадили издалека до копия сейчас ближний бою зарубит мне кажется там уже все понятно ну и пошел заворачивать фланги откидывает пилом и да насколько я сейчас круглые мечи братья копейщики будут в тыл заходить сша классно смотреть с этой карты короче переключусь и обратно конечно ну классно смотреть во первых видно кто кого атакует очень хорошо все как-то в диапазоне ты знаешь мне нравится ну так скажем оппонент не бесхитростно короче слил свою кавалерию да и пехоты пошел в лоб но здесь для рима мне кажется уже все закончено заканчивается но начинает он водить вот головы и войска потихонечку не спеша по морали и боковой отряд просажен гастатов я тут вижу фокса билки прожал гордость стремительный натиск гладиатор тут пытается короче с мечом попадаться но мечи с круглыми щитами они может разрубят даже гладиаторов гладиаторов и поменьше по количеству здесь получается тут уже германские разведчики вернулись из дальних рубежей да уже уже чады генерал уже след час по морали к горд орла даже уже желтой морали то есть да ну и как я га 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 статов уже не осталось га статы все уже слиты аккорд орла терпит потому что чаш все-таки там прошел в спину поешь его будет желтенькая морали но в чертах как сказал фокс посмотрите на мои нюбские бои по сути я бы не сказал что что-то сделал неправильно очень хорошо поработал разведчиками до конными все грамотно сделал вынес да не было кавалерии нечем было напрягать поэтому тут рим да у него сразу задумка да то есть рандомный бой а я наберу кучу мечей меня никто не победит это грамотный разбор нашего такого состава спама мечей то есть рима как обычно на спамил мечей и просто этот спам грамотного фокс показал как можно разобрать даже без кавалерии ближнего боя используя чисто конных разведчиков вижу я вот статистику пробегусь по фоксу получается разведчиками настрелял причем это же были маленькие норма один разведчик 97 человек это вот который чаржил у нас получается этих просчетов болярскую болярская проща вам посмотри как настреляла красиво они могут знаешь так 3 я 3 я 4 я 5 560 монет получается просто вместе с левисами да там 2000 монет в пустую тело у рима сразу ну копьями постоял покидал пиломов тоже убил мечи оттанковали короче первую линию вторую ну и три отряда он посмотрел у рима они вообще убежали две когорты орла и один кто это вакат до его к и один его к конницу грамотно расстрелял так как бы тут добавить нечего молодец хорошо сыграл сюда слил спам слива римский спам мечей давай посмотрим второй бой когда я загружаю второй бой так загружается на второй бой теперь у нас фокс играет за самбу против него нерви тоже опять спам мечей соперник куча крестьян кучу прощей кельских а мечи так поставила на паузу 15-20 давай посмотрим что взял фокс подожди подожди яичка загрузился секундочку так все поставили на паузу вот давай теперь короче ну смотрел мне вот интересно всегда за саму что набирает по кавалерии так тяжелые копейщики пустыни раз-два три отряда и есть катафракты естественно на верблюдах без них никуда собейские катафракты на верблюдах два отряда и генерал марибская царская конница то есть штурмовая конница ближнего боя не ударная но по своим статам в принципе все равно натиск 42 то есть можно неплохо чаржить и довольно живучие так капотокийская похоже на капан на капотокийскую да есть да что-то наподобие сильнее гораздо сильнее мне кажется ну единственно что броня 65 у капотокийской нереальные статы в броне марибская царская конница я не тест вам не знаю какая из них сильнее так прачники есть у фокса в количестве 5 отрядов да ну естественно что берут всегда за саму это наемные налетчики моската то есть топорники просто читерские которые неплохо с чаржа выносит у них натиск 36 неплохие статы в ближнем бою броня 65 неплохие неплохие статы в ближнем бою 47 нифига себе сказала я себе так раз два три 45 топорников и по флангам на сдачу взял собейских копейщиков получается нас 4 отряда нет 33 собейских копейщика или вирепые мечи имеют 41 нюки ближнего боя ну давай посмотрим включим посмотрим что он сделал нерве в такой очень широкий фронт сразу видно что преимущество по стрелкам кельтские прачники раз два три четыре пять получается 5 отрядов мне кажется они немного получше наверно будут собейских они таковы кельтская прощая с собейскими одинаковая у них урон тот же самый за имеют в плане брони вот у кельтской проще броня 25 здоровье 45 у прачников 15 15 до должны выступать перестрелки по сути но отряд меньше получается еще не есть там 5 отряд но почему-то он у фокса стоит за спиной так по пехоте крестьянский крестьяне новобранцы раз два три четыре пять отрядов также есть еще пристегнувшие много свирепых мечей до наги и войны есть еще свепые мечи 5 отрядов но слушай вот свирепые мечи интересно будет посмотреть кто сильнее топорники или свирепые мечи мне кажется свирепые мечи если неплохо с натиска зайдут тоже могут накидать на 37 и высокий урон очень ближнем бою топорника всегда урон меньше у них 26 то есть у всех мечников урона ближнем бою всегда выше но извини меня у них на 20 брони меньше у свирепых мечей ну и естественно кстати вот нерви уступают у нас пока валерий у него всего только один знатный всадник ну глупость это глупость тогда лучше бы вообще отказался так но тут ребята не торопятся сейчас начнут ласкать друг друга праздниками ну можем наверно до замеса немножко это ускорить дело я короче под ускорил 2 2 2 но вот выводит он кавалерию я вижу падает она фокус частично но попадает праздник короче очень сильно удивился но отогнал отогнал фокс выстрелами чтобы никуда сюда не бегал ну и пуская тут царскую конец она видит все зрящее возвращает так 1236 у меня сориентировался 1236 у меня 1201 ну ты красавчик красавчик ну давай догоняем сейчас 1153 я поставил на ползу давай ты же сам попросил ускорить я сказал на вторую скорость поставить ну ладно все 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 у меня пошло на обычный скорость или на второй а это да да на обычный 145 но товар начинается если заворачивать форс одного прочих чуть правее держит нерви почему-то не перестраиваются разворачивает и двигается полным фронтом кстати он нерви немножко подходит ближе чтобы урон до нерви и двинулись сейчас начнут прачники перестреливаться сейчас все зависит от перестрелки естественно кто перестрелку будет проигрывать тот первый пойдет в атаку у нерви эти удалось не получается залпы первые делают и дело даже не в этом его на 10 брони больше у прачников но вот кавалерия выходит выходит кавалерия смело хочет опогнать чтобы наливать немножко в спину ну и надо разворачиваться до конца пойдет или просто он чаржит ты посмотри он генералом чаржит эти мечи твои эти копья ну сколько кстати плохо откидывают в принципе не плохо заходит но у крестьян и новобранца да сейчас верблюда сейчас вообще два отряда саму сразу вообще три даже практически еще это проще да и протягивает оттягивает он вот я вижу вот протягивает короче кавалерия из-то фрагов сразу за чаш да 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 и 100 фрагов короче у себе а другие верблюды 200 фрагов сделать нормально нормально собейся да это всего лишь собейский катафраг разрушил строй разрушил строй короче нерви мы еще сужинаем топорники пойдут наливать но вот забыл он про своего катафраг то видит он короче что забыт отряд получает он тут спина очень сильно короче накинуем два залпа еще забыл да посмотрел запасе на был забыл 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 генерал сайте снова чашель севских точнее свирепых мечей здесь уже пошел замес кавалерии пехотой да по полу ну вот смотри на наемные налички маска то короче ну кстати не отрубил он им атаку в строю они тут немного подтупливают пытаются строй держать но они проигрывают не по мячам проигрывают и по усталости проигрывают тут короче они по усталости проигрывают потому что им прожал fox стремительный натиск обилка заканчивается в общем все 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 я понял но на накидал он кстати ему в генерала очень не кисло короче генерала по ходу выстегнул что тоже по морали повлияет непонятно а недавно умер полководец да да умер умер а я вижу power что умер слишком маленькая всему фронт они прям растянулись вот здесь вот кстати собейским копейщиком поймал fox знатных садников тоже противник недоконтроливает видимо в середине контроли все это дело тяжелые копейщики пустыни стоят них пил кинули присягнувшие отводит вот он отряд наемных метать налетчиков короче видишь тут три отряда на него покушается ловит конечно гору пил умов вообще в спину останавливается принимая чарж катафрактами катафрактами надо короче катафрактами шуру катафракты вышли на позицию видимо готовы прочаржить не решаются стрелков гоняет нет это не катафракт олосе гнуш еще смотря сейчас они пилом закинуть катафрактами там молоко пойдет если даже и кинет он молоко пойдет но зря обратно видео а он увидел прочту все я понял поэтому ну и прощат открывается открывается присяга короче проще сейчас спину получает война получает решила спасти прощу эту кельбинскую когда я не знаю еще и транспорта ну слушай из плюсов сохранил у нас товарищ праздников своих конница живая конница живая силу нерве ранее пехота остается но еще есть знатный всадник бегать кстати бежит сейчас на прощей убит генерал короче вот это может повлиять но по сути я не думаю что здесь прощей а есть почти кому прикрыть сейчас допустим царская конница малибская может завязать боем под подойдут час топорники пилом и кинут наверное проспала немножко здесь прощу застрелял тут очень хороший зал пьемов тут просто ложится знатно знатный садник практически одного проща потеряет но мне кажется знатных садников убьет нет все то так то так короче но туда подходит и меч и копье и все довольно таки так это напряжена на прощами просто фокусе кавалерию в принципе что он и делает кавалерию после он убивает для себя 20 человек еще осталось все таки это кавалерии все кавалерии добьет она проигрывает ну и все осталось тогда дело техники убить одно копье и пристегу присягу на рубить присягу на рубить короче на этом все закончится крестьяне крестьяне новобранцы пытаются гонять прачников тут сейчас катафракт их спину про чашу то что крестьяне разбегутся отводит он эту присягу кстати по максимуму короче чтобы развернуться про чаржить и про чаржить короче в спину катафрактами и копейщиками пустыни понял че творит ну то есть короче в гамбургер хочет взять по максимуму еще и оттягивает от основных войск понимаешь что заедут разворачивать ловит не ловит не в спину ловит не в спину это тяжелые копейщики в пустыне ну и протаскивают оттаскивает и какие хорошие людишки у нас оттаскиванием занимается но не на турнире все все возможно в рандоме тяжелой копейщики в пустыне уже 309 фрагов сделали тут на максимальных размерах отряда играют у нас ребята до отряда бешеные дело техники осталось у нервиев только две присягнувших все больше нет сейчас прощаться проща просто сейчас изнасилует одного присягнувшего а другого присягнувшего сейчас может конница за чарльз просто на бесконечности и все живого оставшие но здесь я бы уже на месте нервов уже признал бы поражение на чем он ждет на что надеется время бобой еще будет эти четыре минуты ну давай наверное ускорять это все дело на быстром на быстрой теме чтобы она вот это все дело не рассматривать прощой расстреливает по сути дело техники как я вижу все бегство ну и осталось вот вытягивает короче непонятно как еще бой мог длиться до русские не сдаются из русских попал сюда думаешь уже давно кинул мышкой бы в стену короче все было бы нормально мама новую пристегнувши идут красной не короче грустные ну типа хоть тыла не зайдет да ты понял прикрыть точно да 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 давай на максимальной скорости сделаем а я на максимальное сделал у меня уже давно он стоит и прощал уже по флангам накидывать собралась тут я он еще стену щитов все тут что-то включил чтобы ну побольше короче поймать еще еще побольше пойму до встал красной линии все прикрыл короче тыл отлично отлично стена счетов давайте короче да идите сюда две у него конницы был света где-то мы прохлопали кстати да две конницы было у свеба и его мечи гораздо лучше чем топорники себя оправдали в совокупе ну так то не должны больше по идее нарубать но тоже вот я бы я бы топором бы вот кстати вот пика что ошибка все таки я бы стремительный начиск топором обилку не надо было да они как бы сказать не уставшие в бодром состоянии больше подрубили наемные налетчики маска то ну и бегали бы быстрее можно было бы отводить допустим да там то есть отбежать там от где-то от свирепых мечей так что кстати хороший состав рабочий довольно за сабу все сбалансировано есть прачники есть мечники есть не да и чем поударять но это это похоже примерно тот же состав который у меня был за парфю четыре катафракта по моему генерал сконный лучник 4 прощи 4 лука на 150 шагов и матрасы короче в плане половить короче кавалерию там залпите попах похватать короче просто кайтишь до усрачки просто водишь этого оппонента и оппонент чего бы он там не взял ну слушай кавалерия в совокупности где-то тысячу примерно натоптала то есть вражеской армии по армии убила кавалерия прачники настреляли в принципе да тут чаржи были классные чаржи были чаржи где особенно мне понравилось делать катафракт просто три отряда сразу смял и почему-то было 100 фрагов да а на другом фланге он въехал так что сразу 300 200 нет и 200 200 было есть ну хорош хорош хороший бой очень надо отмечу рабочий состав так что не бойтесь не бойтесь спамов мечей берите побольше кони цен да да ну на этом давай закругляться спасибо за присланный реплей надеюсь понравится обзор ждем комментария на этот счет ну и в общих чертах лайкосики там подписка доставьте лайки пишите комментарии спасибо что пришли посмотреть на всем пока присылайте реплей еще до свидания до свидания